Международный день защиты детей муравленковцы, несмотря на погоду, отметили ярко и интересно. В этом году праздник посвятили Году экологии на Ямале. На Парковом бульваре для ребят организовали эко-мультифест с различными развлекательными и спортивными мероприятиями. Для ребят подготовили более 20 различных увлекательных локаций. Это различные мастер-классы, научное шоу, интерактивные и развлекательные программы. У нас очень интересная площадка. Мы вместе с ребятами будем рисовать сегодня вот такое классное дерево. Здесь появится много-много ладошек. И уже буквально через два часа это будет классный арт-объект с отпечатками наших маленьких муравленковцев. Разнообразие площадок не давало скучать ни одному ребенку. К тому же ребята не только развлекались, но и узнавали много интересных фактов об экологии и окружающей природе. Учились принципам безотходного производства и сортировки мусора. Природа у нас только одна. У нас их ни две, ни три. Нужно беречь природу. Самой зрелищной локацией для всей детворы стала площадка научного шоу. Волшебный мир науки в игровом формате открывали для себя как совсем юные зрители, так и ребята постарше. У нас была площадочка с научным шоу профессора-открывашкина из города Тюмени. Мы показывали крутые опыты и эксперименты с самым холодным веществом на нашей планете. Это жидкий азот. Его температура составляет минус 196 градусов. С детишками мы делали облака, самые настоящие облака, которые у нас летают в небе. Делали газировку, взрывали газировку. Представляете? Еще одной необычной площадкой для юных муравленковцев стала выставка пожарной техники. Огнеборцы города показали ребятам оборудование для тушения огня и спасения людей, продемонстрировали образцы спецтехники и боевую одежду пожарного. Здесь транспортные баллоны сжатого воздуха для хранения, транспортировки воздуха. Воздух сжимается с помощью компрессора. Также он очищается от масел и пыльцы. В День защиты детей прошли первые соревнования для самых маленьких спортсменов за бег в ползунках. В этом году организаторы обновили программу. Теперь малыши не только ползают и бегают, но и показывают свои навыки управления беговелами и самокатами. Буря эмоций и волнения. Здесь каждый родитель гордится первыми успехами своего ребенка. Участвовала моя дочь Василиса. Первый раз мы прокатились за это время. Ей очень понравилось. Будем дальше продолжать ежегодно. Будем улучшать свои результаты. Я горжусь своей дочкой. Молодец. День защиты детей – это не просто праздник, а напоминание каждому взрослому, как важно обращать внимание на любую проблему ребенка, помогать им в трудную минуту и стараться сохранить каждый момент детства. Я считаю, что это самый важный праздник, который есть вообще на планете, потому что дети – наше будущее. Дети – наше все. Я как мама, как воспитатель желаю всем деткам здоровья, счастья, и их защиты, и их безопасность в наших силах. Сейчас в нашем таком мире очень жестоком, опасном. Мы должны защищать своих деток, в первую очередь сами родители. Ну и плюс такие праздники очень позволяют нам вместе проводить больше времени. Дарья Тюменцева, Антон Иванов. Новости Муравленко.